В «Горячем ключе» есть свой детский поэт. Это Николай Чернов. Недавно вышла в свет его первая книга стихов, которую он представил на суд юных читателей городской библиотеки. Сюжет его произведений прост. Это реальная история из жизни современных ребят. Подробности знает Наталья Щербакова. Школьники младших классов пришли в 9-ю городскую библиотеку на встречу с настоящим детским поэтом. Все волнуются, в том числе и сам поэт. Для него это одна из первых встреч с юными читателями. И как его творчество воспримут ребята, никто не знает. Я представляю вам поэта Чернова Николая Михайловича. Николай Михайлович пишет стихи давно, но сейчас мы его представим как детского поэта. Николай Михайлович человек скромный, себя поэтом не считает, а называет идущим рядом с поэзией. Ну, а поскольку у меня растут внуки, а их уже трое, приходится волей-неволей иногда брать ручку и по заказу что-нибудь писать. А у нас получается вроде ничего, когда прочитаешь и другим даже нравится. Вместе с поэтом на встречу с ребятами пришел его внук Дима. Он и заказчик, и первый слушатель, и критик стихотворений дедушки. Здесь все правдиво и открыто. Ведь детский стих не любит лезть. Все отражает справедливо, чтобы не стыдиться их прочесть. Первые стихи поэт написал для внука, когда он был еще в детском саду. Потом стихи подросли, и в них появилась школьная жизнь и более серьезные темы. Здесь грибов не трогай, мама очень строго говорит. Экология плохая. От таких, как здесь грибов, дома будем, дорогая, звать на помощь докторов. Экология? Что это? Для меня вопрос открыт. Жду от мамы я ответа, а мама мне не говорит. Там, где грязь, там и микробы. Воздух чистым должен быть, пища свежая. Ну, чтобы тот микроб не проглотить. Николай Михайлович считает, что поэт вкладывает в свое стихотворение душу. Поэтому и читать его нужно выразительно, с душой. Внук Дима с удовольствием читает стихотворение дедушки. Есть собака, тобик, страшный забияка. Лаем он меня встречает, то, что я иду, он знает. Подойдешь к нему поближе, руки он тебе оближет и виляет мне хвостом. Значит, он со мной знаком. Недавно Дима начал писать и собственные строчки. У дедушки с внуком образовался творческий союз. Да, мы вечером, там уже, когда засыпаем, я вот с ним там иногда стихи, там вот строчки стараюсь придумать некоторые. А потом дедушка мне помогает, и из этого иногда даже стих получается. Первые стиховые строчки, совместные, да, прочитаем. У меня есть кошка Тома, что живет со мной дома. Подрастет она немножко, и большая будет кошка. Переловит всех мышей, буду я гордиться ей. В каждом стихотворении своя, пусть и небольшая, история. Каждая буквально пропитана любовью к детям. Я двух лет, шустрях мальчишка. Тянет он туда, сюда. То читаю ему книжку, то играю в кошки-мышки, то лошадка иногда. Все лопочек. Деда, деда, начинаю уставать. Сил хватает до беда. Все, зову на помощь мать. Истории про ребят настолько жизненные, что вызывают искренние эмоции детей. В их героях они узнают реальных людей, своих сверстников. Слышал я, что есть мальчишка, что игрушки обожал. Интересные есть книжки, ни одну не дочитал. У него игрушек много. Пят, расходая у больших. Есть железная дорога и машинки. Как без них? Всех он их пересчитает, получается, гора. Кто случайно вспоминает, что в постель ему пора. Называть ей не буду. За мальчишку каждый раз разбирает эту груду в зале. Мама, целую сейчас. А что, ждать не будем строго? Но спросить хочу сейчас. Может, мальчика такого знает кто-нибудь из вас? У вас такое бывает, ребята? Играете и забываете выбирать? Ага. Ба, скажи, ага. Нет. В конце творческой встречи ребята на перебой делились впечатлениями. Стихи были красочные, яркие. Вот как будто автор рассказывал стихи, как будто он рассказывает про свое детство. Мне даже представлялась картинка, как это все происходило. Пишет их, чтобы его внуки были счастливы. И стихи мне понравились тем, что стихи молодых хорошо, тем, что это жизненно, тем, что это очень красивые стихи. Все это взято из реальной жизни. Похоже все. И на фантастику, и на реальность. Мне бы хотелось, чтобы мой дедушка тоже сочинял стихи, и чтобы эта книжка передавалась моим детям и многим. Взрослых поэзия Николая Чернова также не оставила равнодушными. Нам очень понравилось мероприятие. Мы здесь в гостях в горячем ключе. Нас пригласили на это мероприятие буквально пару дней назад. Пришли с ребенком, ребенку тоже понравилось. Еще одна встреча ждала поэта, но уже с ребятами постарше, семиклассниками первой школы. Она прошла в читальном зале Центральной городской библиотеки. Что-то странное творится. Не пойму я, что со мной. Только время спать ложится, да и да не может спать. Мама требует, сыновь, завтра в школе тебя жду. Я прошу еще кусочек, ну хотя бы пять минут. Утром встать, на этом муке. Мне бы спать, еще до спать. Кто придумал те науки? Лень, но надо мне вставать. Стихотворения оказались интересными и старшим ребятам. Они о школе, домашних заданиях, увлечениях и друзьях. Настолько простые и жизненные, что вызывают улыбку подростков. Только сядут за уроки, лень со мной. Сразу путаются стрелки, на руках какой-то золотой. Ручка стала не такая, стул становится живой. Я не учусь. На двое болтают, непонятно, что со мной. Там, а сама прямо ушла. Отключают интернет. И ты сделал уроки на компьютерный запрет. Как-то дедушка на ручке. Если тут учить, не линейте. Иди, Андрюшка. Лень отставит. Гурачок. Детская психология очень сложная. Она восприимчивая. Фальш тут не проходит. Если хороший стих, он принимается. Если плохой стих, он не принимается. Потому что сказали, кто пишет детские стихи, критики, то уже ясно, что поэзия будет относиться более серьезно. Потому что детский стих, самый востребованный стих, он... Ну вот, я попробовал. Ну, вроде немножечко получилось. Дети принимают. Очень приятно. И если видишь улыбку на детском лице, значит, у тебя что-то получилось. Поэзию будущий поэт полюбил с детства. И прошел с нее по жизни неразлучно. Теперь он приобщает к ней внуков и всех детей. Считая, что прекрасная, живет в каждом. Нужно только заинтересовать детей литературой как можно раньше. Небольшой сборник стихотворений для юного читателя, напечатанный самоздатом небольшим тиражом, теперь можно прочесть в библиотеках города. Наталья Щербакова, Валентин Свинцинский, телерадиокомпания «Горячий ключ».